В этом видео я покажу, как можно сделать быстроразъемный держатель шестигранного ключа, интегрировать его в ваши проекты и распечатать на 3D принтере. Для этого потребуется Г-образный ключ для винтов с внутренним шестигранником, называемый также инбусовым ключом или ключом Аллана. Советы по выбору ключа данные в описании. Потребуется также пара миниатюрных магнитов, способных поднять и удержать ключ на весу. Нерзай, изобретай! Сначала нужно определить расположение центра тяжести и отметить его маркером, а затем определить форму и размеры ключа одним из двух способов. Первый способ – сделать снимок ключа на плоскости миллиметровой бумаги или рядом с линейкой. Если миллиметровой бумаги нет, то ее можно найти в интернете и распечатать на принтере. Для уменьшения перспективных искажений, камера должна смотреть строго вниз на объект съемки. Плоскость матрицы параллельно плоскости расположения объекта. Сам объект лучше разместить в центре кадра. Желательно также произвести исправление дисторсии объектива прямо в камере, либо в конвертере RAW. Фотография импортируется в программу SUPPER. Я пользуюсь бесплатной Design Spark Mechanical. Затем снимок масштабируется по миллиметровой бумаге или линейке. Второй способ – воспользоваться планшетным сканером. На мой взгляд, это более удобный и точный способ, лишенный перспективных искажений. Нужно запомнить разрешение, в данном случае это 1200 точек на дюйм сканируемой поверхности, и запомнить размеры изображения в пикселях. С ними компортируется в SUPPER и масштабируется по высоте и ширине. Размер в дюймах – это результат деления размера в пикселях на разрешение сканирования. В программе можно указать единицу измерения дюйм или умножить числовое значение на 25,4 мм на дюйм. Затем, по отмасштабированному снимку, нужно построить осевую линию ключа и отметить его центр тяжести. Ключ изготавливается из калиброванного шестигранного проката с одинаковым сечением по всей длине. Штангенциркулем измеряются расстояния между параллельными гранями и диаметром описанной окружности. Строится эскиз поперечного сечения ключа. Кромки могут быть острыми, с фасками или закругленными, как в данном случае. По одной из кромок определяется радиус закругления всех кромок. Полученный эскиз поперечного сечения выдавливается вдоль лесевой линии. Длинный конец Г-образного ключа может быть выполнен в виде шара, позволяющего закручивать винты под углом коси резьбы. Если ключ с шаровым окончанием, то все равно нужно делать модель с одинаковым сечением по всей длине. Кромки на торцах закругляются. Для удобства построения можно добавить плоскость, в которой находится центр тяжести, и отметить плоскость симметрии. В сайте Athingiverse, ссылка в описании, скачивается форма для вырезания углубления под палец. Она доступна как в форматах хранения пустотелых трехмерных моделей OBJ и STL, так и в нескольких твердотельных форматах. Вновь выбран файл в формате STEP. Он импортируется в SUPPER. Добавленная в проект форма перемещается так, чтобы центр круглого паза сверху совпал с центром тяжести, а ее верхняя грань полностью перекрывала ключ по высоте. Продолговатый крестик наверху выравнивается вдоль длинного плеча. Углубление для пальца расположено так, чтобы ключ был готов к работе сразу после его извлечения правой рукой. Вариант держателя под левую руку показан на рисунке. После выравнивания формы углубления продолговатый крестик можно убрать. Теперь можно приступить к созданию формы для вырезания паза под шестигранный ключ. Паз состоит из двух частей. Первая часть должна обхватывать длинное плечо для того, чтобы зафиксировать положение ключа и предотвратить дребезжание в процессе использования. Заготовка формы первой части получается копированием модели ключа и расширением ее на 0,15 мм путем выдавливания во все стороны на половину этого расстояния. Величина расширения индивидуальна для каждого принтера и пластика. Способ ее определения указан в описании. Вторая часть паза должна позволять ключу поворачиваться относительно его короткого плеча. Поперечное сечение заготовки второй части – это описанная кружность поперечного сечения ключа. Заготовка формы второй части делается выдавливанием эскиза этой окружности вдоль и севой линии. Кромке добавляется закругление. По аналогии с первой частью модель выдавливается во все стороны на половину от 0,15 мм. Между углублением для пальца и местом сгиба строится вертикальная плоскость. Здесь будут соединяться обе части паза. Заготовки форм двух частей паза разрезаются этой плоскостью. Остатки удаляются. Затем обе части разрезаются вдоль плоскости симметрии. Их верхние половинки удаляются. Верхние грани выдавливаются до верхней грани формы углубления для пальца. Это даст возможность свободно извлекать ключ из паза. Формы углубления для пальца и паза под ключ объединяются в один режущий объект. Осмотрев сечение обеих частей паза, можно удостовериться, что зазор сохраняется по всему периметру. Затем нужно определить центр короткого плеча. Под пазом, на расстоянии от 1 до 2 десятых миллиметра, половина или целая толщина печатного слоя, строится горизонтальная плоскость, в которой будут располагаться верхние грани магнитов. Измеряется магнит. Рисуется эскиз его верхней грани. Выравнивается по центру короткого плеча. И вытягивается вниз. Модель первого магнита построена. Измеряется второй магнит. Примерно на второй-третьей отрезка, между длинным концом ключа и углублением для пальца, рисуется эскиз его верхней грани. После вытягивания эскиза вниз, модель второго магнита готова. Формы полостей для вставки магнитов создаются копированием моделей магнитов и их последующим расширением. Модели выдавливаются в горизонтальных направлениях на 0,15 миллиметра. Напоминаю, что это значение индивидуально для каждого принтера и пластика. И вниз на 0,3 миллиметра. Полтора-два печатных слоя. Благодаря зазорам магниты можно будет вложить внутрь полостей. Все лишнее убирается. Создается группа объектов для вырезания паза под ключ, углубления под палец и полостей для магнитов. Строится пробная деталь, в которую будет интегрироваться держатель ключа. Инструментом объединения из нее вырезаются объемы объектов этой группы. Для удобства извлечения ключа вокруг углубления для пальца создается скругление радиусом 2-3 миллиметра. Пробная деталь сохраняется в формате STL, затем открывается в слайсере. Я пользуюсь Cura 4.5. Пластик PLA. Высота слоя 16 сотых миллиметра. Плотность заполнения 20%. Определяется слой, после которого начнут печататься крышки полостей для магнитов. На этом слое выставляется пауза, во время которой вкладываются магниты. Чтобы полости для вставки магнитов оставались незаполненными, добавляются кубики блокировщика поддержек. Производится нарезка на слои, файл G-Code сохраняется и отправляется на печать. Во время паузы сопло отводится в сторону и охлаждается, затем принтер ожидает ввода пользователя для продолжения печати. Вкладываются магниты, и печать продолжается. Когда печать завершится, можно испытать в действии быстроразъемный держатель шестигранного ключа. Пробная деталь функционирует нормально. Вот пример реального применения. На экране модель левой части рукоятки спортивного пистолета. Быстроразъемный держатель шестигранного ключа нужно было разместить на грани, расположенной под уклоном. Но тогда крышки полостей для магнитов будут располагаться под углом к плоскости укладки слоев, и запечатать магниты не удастся. Поэтому в основной детали создается паз, куда вкладываются отдельно распечатанные части держателя, включающие полости для магнитов и паз под шестигранный ключ. Модель с частями держателя открывается в слайсере. Пластик PET-G, высота слоя 0,16 мм, плотность заполнения 20%, генерация поддержек отключена, тип прилипания к столу, кайма. Определяется верхний слой полостей для магнитов, и на этом слое выставляется пауза. После нарезки на слои файл G-Code сохраняется и отправляется на печать. Во время паузы в полости добавляются по капельке клея, чтобы исключить дребезжание в готовом изделии. Вкладываются магниты. И печать продолжается. Распечатанные части магнитного держателя укладываются в паз на основной детали. Теперь можно испытать в работе магнитный держатель, интегрированный в рукоятку спортивного пистолета. После регулировки угла наклона рукоятки, ключ извлекается из магнитного держателя. Ключ приходится перехватывать левой рукой, так как держатель выполнен под правую. Фиксирующие винты затягиваются, ключ вкладывается обратно в держатель. После успешного испытания части магнитного держателя можно склеить с основной деталью. Если видео было полезным, поддержите лайком, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Если в одном из ваших проектов этот магнитный держатель найдет применение, то поделитесь ссылкой в комментариях. Мне будет очень интересно посмотреть. Большое спасибо за внимание. До встречи в следующих видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!